МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обительные снегопады в зимний период – предвестник грядущих паводков. Это главная тема. Вы смотрите 5-й канал. Сегодня у нас в гостях первый заместитель главы администрации Полевского городского округа Сергей Недоспелов. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько проблема паводков актуальна для Полевского? Ну, любая проблема, она всегда актуальна. Но если говорить в этом году о паводке, отличительная особенность в том, что этой зимой выпало достаточно много снега. И предсказывают обильное его таяние в короткий промежуток времени. Но мы провели комиссию по чрезвычайным ситуациям, выпустили постановление главы, где поставлены задачи перед теми предприятиями, которые содержат гидротехнические сооружения. Я надеюсь, что мы справимся в этом году с паводком. Сергей Борисович, а что это за задачи? Какие работы будут выполнены? Ну, во-первых, ежегодно перед паводковым периодом обследуются все гидротехнические сооружения. Это плотины на наших реках, это накопители шламовые. Ну, кроме того, мы уделяем большое внимание и снегу. Если в прошлом году у нас снега было меньше, то в этом году мы вывозим снег как с улиц, так и с ливневых канализаций. Вот в настоящее время у нас ежедневно работает больше 10 единиц техники, но только на вывозке снега. Только с ливневых канализаций, с ливневых, с ливневых нам предстоит вывезти 4200 кубов снега. На сегодняшний день пока вывезено только 1700, но эта работа продолжается, ежедневная работа проводится. Кстати, вот если заметили, такое таяние вызывает обильное сползание снега, сход снега с кровель. Я обращаюсь к жителям нашего города, будьте бдительны, внимательны, не оставляйте автомобили, смотрите всегда наверх, чтобы снег не упал. Ну и берегите себя, своих детей, будьте внимательны. Но работают у нас бригады, в том числе специально помогают этому снегу быстрее упасть. То есть автовышки работают, и люди, как сказать, с другим видом страховки снег с крыш сбрасывают. Этой зимой уже выявлены наиболее проблемные районы в городе? Ну вот мы, о чем я сказал, постараемся защитить ливневые канализации, чтобы они не замерзли, чтобы они справлялись быстрее, легче с талыми водами. Но, как бы сказать, каких-то новых специальных угроз мы пока не видим. Акты у нас выполняются, сдаются, планы на всех предприятиях есть. Я думаю, что паудок пройдет у нас нормально. Но если даже будет где-то затопление, у нас есть места, где мы можем принять сборные пункты для людей, у нас имеется транспорт необходимый для того, чтобы в случае необходимости эвакуировать население. Я думаю, что и запас медикаментов, воды, и на какой-то период времени организовать питание мы все это сможем. Как Вы считаете, изменится ли качество питьевой воды? Справятся ли очистные сооружения? Ну, в основном, обычно, у нас в городе всегда справлялись очистные сооружения. Ну, если не будет каких-то стоков, помимо просто талого снега. Ну, при сегодняшнем развитии сельского хозяйства, я думаю, что справимся. Справятся очистные сооружения Северского трубного завода, и качество питьевой воды не ухудшится. Я надеюсь на это. Какие-то проблемы вообще возникают на сегодняшний момент, или все идет по плану? Ну, я скажу, да, все идет в рабочем порядке, все идет по плану. С теми проблемами, которые мы видим, мы с ними справляемся. Беспокоиться нам не за что. Ну, беспокоиться нам, конечно, всегда быть, еще раз повторюсь, быть бдительными, внимательными, и детей своих настраивать подальше от зданий, домов, и контролировать, что там делается вверху. Сергей Борисович, спасибо вам за ответы. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель главы администрации Полевского городского округа Сергей Недоспелов. Мы говорили о весенних паводках. Посмотреть в выпуске программы «Главная тема» вы можете на нашем сайте www.tv5polivskoi.ru С вами была Екатерина Медведева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова